Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Самарским деятелям искусства вручили губернские премии. Финансовую поддержку получили музыканты, артисты и педагоги. Ароматный символ весны и победы. Сирень высадили сегодня возле Дворца Ветеранов. О чем шутят молодежь? В Самаре прошел Всероссийский фестиваль студенческих эстрадных миниатюр. Встреча молодых лидеров стран БРИКС, Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР завершилась в Самаре праздничным концертом на сцене СГЭУ. И это не случайно. На базе университета в июле 2018 года заработает международный бизнес-инкубатор. Посетили делегации еще несколько ведущих вузов региона – аэрокосмический, педагогический, медицинский. В результате заключены соглашения о сотрудничестве в области образования, научно-исследовательской работы, туризма. К примеру, бразильцы уже готовы поделиться опытом подготовки и проведения чемпионата мира по футболу. Идет речь и о создании единого аналитического центра для обмена опытом и обсуждения молодежной политики и дипломатии в странах БРИКС для более плодотворного сотрудничества. Этим летом в Пекине состоится молодежный форум, где будут документально закреплены договоренности, достигнутые в России. И первым проектом, безусловно, станет международный бизнес-инкубатор СГЭУ. Мы ведь единственный университет в нашем регионе, да не только в регионе, может быть, один из немногих в стране, которые создали такой каворкинг-центр. Аналога к которому нет, я думаю, что не скоро появится. Поэтому это не на пустом месте рождаются такие предложения. Рождаются тогда, когда есть гарантия, что этот проект будет успешно реализовывать. А у нас соответствующий опыт, площадка и люди самое главное есть. Для того, чтобы тот контингент студентов, которые более-менее продвинутые и у которых чешутся не только руки, но и свои мозги, и имеют некоторые бизнес-идеи, бизнес-проекции, могли воплотить в свои идеи бизнес-идеи и сочетать своих академических знаний с предпринимательской деятельностью. Как вы знаете, многих из крупных миллионеров и миллиардеров в сфере IT-бизнеса, они как раз именно так начинали свой бизнес. Поддерживать культуру, несмотря на сложную экономическую ситуацию, пообещал губернатор Николай Меркушкин. Самарским деятелям искусства вручили губернские премии и гранты. Торжественная церемония награждения прошла в областном правительстве. Финансовую поддержку и поощрение получили музыканты, артисты театра, педагоги, писатели, организаторы фестивалей. Проект оценивала специальная комиссия по нескольким критериям – актуальность, технологичность, художественная и потребительская ценность, инновационность. Глава региона подчеркнул, что помогать развитию культуры необходимо, ведь она имеет важное значение в формировании здорового общества, объединяет людей и настраивает на созидание. В ответном слове лауреаты отметили, что развитие культуры в Самарской области в последние годы вышло на новый виток. Во многом общая культура определяет, насколько правильно общество определяет для себя ориентиры. И если эти ориентиры, этот вектор выработан правильно, и большинство, еще лучше абсолютное большинство, ориентируется в этом, то успех гарантирован. В последние годы праздничная культура в нашей Самарской губернии, она получила новое достойное развитие. Сегодня наши площади и ведущие концертные площадки, они заговорили по-новому о главных ценностях нашей страны, нашей истории. Кроме финансовой поддержки артистов и творческих коллективов, в областном правительстве продолжается работа по приведению в порядок культурных объектов. В этом году должна завершиться реконструкция Самарского театра юного зрителя и театра кукол. В планах восстановление Самарского театра драмы и расширение театра студии «Грань» в Новокуйбышевске. В Самарской больнице имени Пирогова сменился главврач. Им стал Александр Вавилов. Он сменил на этом посту Валерия Кириллова. Напомним, Александр Вавилов уже возглавлял больницу Пирогова с 2006 по 2010 годы. А позже руководил 8-й горбольницей. Стаж работы Вавилова в системе здравоохранения более 22 лет. Из них выше 15 на руководящих должностях. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре упавшее дерево раздавило иномарку. Это произошло около 7 часов утра на улице Советской армии. Очевидец опубликовал фото. Многолетнее дерево, попрощавшись с корнями, упало на машину «Шевроле». Тем самым не только повредив автомобиль, но и заблокировав выезд еще нескольким авто. Дерево много времени хрустело и трещало от небольшого ветра, сообщил автор поста. На трассе в Самарской области произошло крупное ДТП с участием 14 машин. Авария случилась на 967-м километре трассы М5 в Жигулевске. По версии полицейских, причиной ДТП стал отказ тормозной системы большегрузного автомобиля, который спускался вниз. В результате этого он наехал на вахтовый автобус ПАЗ, в котором находилось 23 человека, пострадавших нет, и на легковые автомашины, остановившиеся в транспортном потоке. По предварительным данным, в результате произошедшего травмы различной степени тяжести получили 4 человека. Дети не пострадали. Капитальный ремонт Красноглинского шоссе от моста через реку Сок до Волжского шоссе начнется в июне. В Самаре ищут подрядчика, который этим займется. Участок дороги планируют расширить до 4 полос. Также там собираются обустроить тротуары, установить пандусы, барьерные ограждения и обновить освещение. На эти цели из областного бюджета выделят 45,5 миллионов рублей. Подрядчика выберут 18 мая, а уже в июне он приступит к обновлению шоссе. На время ремонта движение транспорта по нему ограничат. Объезжать участок автомобилисты будут по 2-му южному проезду и улице Южной. Волга поднялась и затопила прогулочную зону Самарского речного вокзала. По данным Приворского гидромедцентра, уровень воды в Саратовском водохранилище в черте Самары достиг 30 метров. Дальше вода наверняка будет подниматься и выше, но вряд ли достигнет уровня с 2016 года. И все-таки паводок в этом году начался почти на неделю позже, так что исключать вероятность экстремального высокого половодия еще рано. В Самаре с площади Чапаева уберут Чапаева. Плиты под монументом разберут, а саму скульптурную группу снимут для реставрации. Обновлением памятника займется МБУ Центр технического и хозяйственного обслуживания. Проект реконструкции памятника уже готов. Символ весны и победы – сирень высадили сегодня возле Дворца ветеранов. Именно ветками сирени встречали солдат в далеком мае 45-го. С тех пор это дерево ассоциируется с великим событием. 20 молодых деревьев украсили сквер. Что это значит для ветеранов, знает Марианна Мирная. Ветеран Великой Отечественной войны Сергей Сергеевич Алёхин сажает далеко не первое дерево в своей жизни. Как настоящий мужчина и военный и дом построил, и ребенка воспитал. У меня есть дочка. Она здесь, в Самаре, работает врачом поликлиники номер 15. Ну а я вот, как видите, пока еще жив-здоров. От того, что от меня зависит, я делаю. Акция «Сирень Победы» проходит в Самаре уже в третий раз. Возле Дворца ветеранов теперь появилось 20 молодых деревьев. Главное, говорят ветераны, чтобы не только саженцы прижились, но и потом нужно ухаживать за аллеей. Обязательно мы будем ухаживать. У нас в Совете ветеранов нашитывается 40 ветеранских организаций. Мы закрепим одну или две ветеранские организации, которые будут непосредственно ухаживать за посаженными сегоднями сиренью. Уже через несколько лет эти сирени будут выше человеческого роста. И ветераны надеются, что молодые люди, помогавшие сегодня высаживать аллею, будут приходить сюда уже со своими детьми в поисках счастливых пятилистных цветков. Мариана Мирная, Григорий Плешаков. События. МКС в Самаре. Это не космическая станция, а Всероссийский фестиваль студенческих эстрадных миниатюр. В третьем конкурсе за звание самой смешной команды сражались в искрометном юморе девять творческих коллективов из четырех городов России. О чем шутит молодежь, услышал Сергей Кизоркин. Музыкальные номера, танцы и, конечно, театральные миниатюры. Программа Всероссийского фестиваля МКС, молодежного конкурса стемов. Театру Юрия Гагарина три года. Все это время студенты Аэрокосмического университета в свободное от занятий время посвящают себя искусству. Именно оно позволяет смотреть на мир широко открытыми глазами, уверены артисты-любители. Увидеть то, что не замечают другие, а потом показать это в стемах. Это отдушина. Это отдушина то, во что ты, в материал, который ты вкладываешь всего себя. Ты не спишь за две недели до фестиваля, потому что тебе нужно писать новый материал. Мы привыкли выступать с новым материалом, нам не хочется говорить о старом. Мы хотим удивлять зрителя нашего. На третьем Всероссийском фестивале стемов студенты говорили о многом. Пародировали современных политиков, семейные и социальные взаимоотношения. Шутили студенты и о недалеком прошлом. Ведь именно тогда они видели мир детскими глазами. Есть один коллектив, который нас окунул в наше беззаботное прошлое, скажем так, 2000-х годов. Это было очень интересно, это было очень познавательно. И было приятно, что вспомнить для самого себя, потому что, в принципе, ребята показали то, как мы тогда, наверное, существовали и жили. Родоначальником стемовского движения в Самаре считается Аэрокосмический университет. Ежегодно вуз устраивал городской фестиваль стемов, а потом замахнулся на всероссийский уровень. Сегодня на конкурс МКС приехали мини-театры из Ростова-на-Дону, Волгограда, Долгопрудного и Москвы. Самару представляют четыре творческих коллектива. Стем – это такой особенный мир, наверное. Это театр, в то же время это юмор, это студенчество, это жизнь, это безумная активность. И вот это все, оно объединяется в слове, в аббревиатуре, точнее, стем. Это невероятный, на самом деле, заряд эмоций. На фестивале МКС сердца жюри искрометным юмором покорил Самарский театр миниатюр имени Гагарина. Второе место у Паланта из Ростова-на-Дону. Московская студия ДТП – третья в списке лучших стемов России. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. Исторический момент. Сегодня пролеты Фрунзенского моста соединятся. Обманули вкладчиков на 600 миллионов рублей. Сегодня состоялись предварительные слушания по делу финансовой пирамиды «Инвестойл». Парад необычных судов и другие сюрпризы. Чем удивят самарцев на фестивале «Волга-фест». На этом наш выпуск завершен. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok